Субтитры сделал DimaTorzok Денис Елизаров и Андрей Елисеев За восьмой камерой по счету Короче говоря, мы сегодня опять выходим в эфир И, вы знаете, все чаще как-то вспоминаю анекдот Про то, как в Одессе стоят два человека на углу Деребазовский О чем-то разговаривают и интенсивно жестикулируют И мимо проходят старые евреи Он так смотрит на них, смотрит, они там жестикулируют Он подходит, говорит, товарищи, я не знаю, о чем вы говорите Но ехать надо Вот и у нас, в принципе, какая-то такая вот пошла В нашем кругу такая тема, что, ну, многие друзья и знакомые Уезжают из Латвии Причем не просто так в отпуск, а, что называется, на ПМЖ Ищут лучшую долю Уезжают с точки зрения труда неустроенности здесь И искать счастье там Детей отсылают на воспитание и на обучение Для того, чтобы получить образование Короче говоря, какой-то такой массовый, достаточно массовый, во всяком случае, в моем кругу друзей состоялся исход народа из Латвии И сегодня мы пригласили в студию Виталия Свиридова Это человек, с которым я, к сожалению, лично сам знаком не был Но это наш, это наш, это наш рижанин И, как мы уже шутили здесь за кадром, это наши люди в Голливуде Здравствуйте, Виталий Здравствуйте Вот, извините, такое длинное вступление, но как-то, как-то, вы знаете, вот навеяло И, что называется, поступило Виталий, давайте начнем от печки Я о том, что, ну, скажем так, залез в интернет и покопал информацию на вас В общем-то, есть о чем поговорить Ну, не так, чтобы хватило на компромат, как у Мюллера, нет, нет Но немножко есть о чем поговорить Но давайте начнем от печки Итак, каким ветром вас занесло, во-первых, в Америку, из Риги? Это было 20 с лишним лет назад Да, все правильно Ну, вернемся к анекдоту Когда говорят, не знаю, чем вы говорите, но уезжать надо У меня как раз-таки была не эта тема Я не ехал за лучшей жизнью, у меня все достаточно, в принципе, было неплохо и в Латвии Я, наверное, ехал за каким-то, ну, за каким-то другим порывом Потому что здесь, скажем так, я, наверное, исчерпал свой лимит на тот момент На свои амбиции И я захотел попробовать себя в чем-то еще То есть захотелось каких-то приключений Захотелось каких-то, скажем так, новых ощущений Захотелось посмотреть, насколько я пригоден, скажем так, в жизни не насиженный, а в такой достаточно дикой, что ли, назовем И, как бы, да, я решил, я взял сумку, взял самые необходимые вещи Взял 200 долларов, у меня было в кармане, это был 2000 год Купил билет на самолет, получил визу, уехал Имея в кармане 200 баксов Да, 200 баксов Да вы, батенька, авантюрист Ну, на 2000 год 200 баксов были еще такие ничего, деньги Это здесь были ничего, деньги Да, в Америке это были такие слезы, крохи Ну, как бы, опять-таки же, я не ехал за деньгами, я не ехал за какими-то заработками Я не ехал за лучшей жизнью, как я говорил, наверное, у меня была цель в чем-то еще познать и почувствовать себя Ну, прям, скажем, не совсем простой путь, чтобы познать себя И я понимаю, что то количество адреналина, которое вы получили, когда приземлились в Штатах И почувствовав, что эти 200 американских денег, это, в принципе, так, ну, два раза зайти в магазин и один раз переночевать в отеле То есть, с чего началась ваша жизнь в Америке? Ну, жизнь в Америке началась с того, что прилетел в Нью-Йорк Я сделал контракт по работе, который у меня был в Мичигане Как вы правильно сказали, 200 долларов закончились быстро До Мичигана я доехал за 100 долларов, столько стоил билет на автобус Вот, и оказалось, что контракт у меня был, ну, скажем так, мягко говоря, эффективный Который мне его сделали, работы никакой там не было Там даже знать не знали о моем приезде вообще, кто я такой, откуда я там появлюсь Ну, вот это было первое приключение, на улице шел дождь Автобус подъехал на автовокзал, и как бы все И вот маленький город, полностью американский, никого нету Средил каких-то русских, спросил, где этот отель, в котором я должен был работать Мне показали, ну, в каком-то направлении, нашел Ну, так получилось, что получилось погружиться с хозяином отеля Я там остался, правда, не в той должности, на которую я ехал Ехал я на франт-деск ресепшенист Не знаю, как я получил эту работу, потому что английский у меня, скажем так, был очень-очень-очень схромный Вот, в результате начал красить дома Открасил три месяца, и позже приехал уже с товарищем в Калифорнию, в Лос-Анджелес И оттуда, наверное, начался мой полный американский путь Вот это интересно То есть, у вас получается, что классическая схема Кидалова Да, вас, как бы, вам сделали контракт На самом деле, никакого контракта нет Просто с вас получили деньги И до свидания, Виталий Ну, не совсем тоже так Я, как бы, к этому не отношусь Это какой-то все равно путь, какое-то развитие Не с философской точки зрения Я вот с точки зрения Денег с меня, как раз-таки, не взяли Потому что это было условие по той визе, которую я делал Это мне должны были предоставить рабочий джап-оффер То есть, как бы, мне его предоставили, они это сделали Просто он оказался немножко, ну, рабочий, да не рабочий Немножко эффективным Да, да, поэтому денег с меня дополнительных никто не брал Как бы, ситуация была такая, ну, неоднозначная Но, опять-таки же, она решилась благополучно Не, ну, хорошо, что вы такой, скажем так, с руками человек Потому что, ну, красить дома тоже надо уметь Красить я не умел Я кисточку в руках не держал И когда меня спросили, умеешь ли ты красить Я сказал, конечно, что же ты красил Дачи всем соседям красил, профессионал Как Том Сойер красил забор, да? Да, ну, пришлось очень быстро научиться, наверное, это было такое Ясно, ну, перебрались вы, дальше перебрались в Лос-Анджелес, да? Да, да Как американцы, ВЛОС, да? ВЛОС ВЛОС ВЛОС, да, ну, дальше была классика Два с половиной месяца мы жили в машине Вдвоем с Тамаричем, как бы двухместная Не двухместная, получается Двухместная машина Двухдверная, да, мы еще бомжа на улице подобрали Тоже там бродягу какого-то нашли, взяли к себе Нам жалко было, что он на улице спит Вот, ну и дальше начались все возможные и невозможные работы Люди тогда, конечно, были немножко другие Лос-Анджелес тоже был другой Люди были более открытые Вот, ну, из интересных историй так получилось Что я попал на фильм к Стивену Спилбергу Artificial Intelligence В массовке Да, и познакомился с Стивеном Такое, такое интересное обстоятельство было Я подрался с Джудом Ло То есть, есть такой актер Джуд Ло Да И получилось так, что у меня с ним получился, скажем так Небольшая маленькая потасовка получилась Вот так я познакомился с Стивеном В кадре или в жизни? В кадре, слава богу, в кадре Слава богу, не в жизни Хотя, ну, из-за плохого английского Из-за недопонимания того, что нас просили делать Вот, то есть, это долгая история Не буду в нее вникать В кино меня тогда оставили В массовках я проработал Заметили Ну За счет драки заметили, да? Ну, обратили внимание, скажем так Четвертым с краю я лежал, как пел Боярский Там, слава богу, никто не лежал Там кричали, кат, кат Что за придурка этого русского Там кто-то пустил на площадку Ну, слава богу, все обошлось В результате, как бы, такое приятное было знакомство Которое положительно сыграло позже Вот, ну, говорю, опять-таки же Не буду заостряться на эту тему Дальше все, как везде В американских фильмах показывают Все работы, которые только можно и нельзя Переработал я, наверное, всем тем, кем можно было То есть, я был сантехником Я был, там, уборщиком Я был, грузчиком Я был, там, не знаю, садовником Там, кем угодно Вот, это нормально То есть, ну, у меня была такая задача Все равно, как бы, я шел немножко к своей цели Главная задача была в том, что заниматься тем, чем тебе нравится А не чем тебе приходится Потому что в Америке еще есть такое понятие Нету плохой работы То есть, даже если, скажем так Ты, там, сантехник Ты можешь, ну, получить лицензию Развиться в этом бизнесе Открыть, там, несколько машин Которые будут на тебя работать И зарабатывать очень неплохо И быть достаточно обеспеченным человеком Ну, как бы, это все было не мое Поэтому я, как бы, шел, ну, немножко по своему пути Вот И свой путь я нашел уже в 2007 году Когда я начал заниматься рыбалкой на лабстеров Хотя это отдельная история Это был очень сложный путь Как сказал один мой очень хороший знакомый Говорит, это было самое дорогое образование в мире Потому что одна ошибка стоит тебе тысячи долларов в этом бизнесе И, как бы, да Вот, прежде чем я начал зарабатывать какие-то вообще там деньги Прошло лет пять А в чем фишка этого? Этого бизнеса И в чем подводные камни? Вот вдруг мы с Дениской захотим поехать и тоже вот Добро пожаловать Взять, купим себе боут и начнем ловить лобстеров там Да, я вам скажу welcome to the business И буду, скажем так, будете плакать не в плечо на каждую свою ошибку Ну, буду помогать как смогу Ну, так сразу объясните, скажем так Да, давайте объясню Среднестатистическому латышу, который собирается поехать туда Я понял, я понял Ну, выбрал я профессию не случайно А, как бы, я с детства увлекаюсь рыбалкой И, как я еще раз говорил ранее Я стараюсь всегда поставить так свою жизнь Чтобы я занимался тем, чем хотел То, что мне нравится И чтобы это еще деньги приносило Да, и чтобы это идеально приносило деньги Ну, это идеально И хорошие деньги Вот И, значит, в 2004 году, ну, такая предыстория будет Я начал вести рубрику о рыбалке в русском журнале Афиша По штату Калифорнии этот журнал распространялся Я писал для русскоязычных эмигрантов, где куда поехать, где поймать какую рыбу Не было тогда ютубов, не было блогеров То есть, я, можно сказать, был первый официальный блогер в журнале Афиша Который писал каждый месяц рубрику и озвучивал, где какая рыбалка Журнальный блогер Да, журнальный блогер Я познакомился с одним русским, который пытался заниматься подобного вида бизнесом Он ловил сетями, звали его Михаил Позже он ушел из этого бизнеса, не смог И он ставил сеть, и он меня взял на рыбалку Потому что я про него решил написать статью Я думаю, что это людям будет интересно Значит, мы когда выходили за волнорезом, смотрю, какие-то буйки стоят вдоль волнореза Я говорю, Миша, а что это? Он говорит, вот это лабстровое У меня такая, знаете, мистика То есть, какой-то буйок, там веревка Снизу какая-то клетка, туда ползут какие-то лабстеры То есть, сегодня мне так безумно интересно было Я говорю, а как это? Говорю, ну вообще, говорю, сделать Он говорит, о, ты не сделаешь Во-первых, говорит, как бы там поколениями это занимается Лицензия стоит 100 тысяч долларов И там, короче, кучу мне назвал претензий Почему мне это не получится Ну, в общем, не буду долго вдаваться в подробности Через три года я начал ловить лабстров сам То есть, я купил эту лицензию С двумя партнерами Мы купили лодку Там ужасная была лодка, которая развалилась по частям Ну, это тоже неважно, как бы И начали вот этот вот бизнес То есть, один у нас было трое Один партнер у нас одолился сразу Так сказал, не-не-не-не, ребят, как бы я что-то полегче пошел искать То есть, это неинтересно Вот, со вторым партнером мы проработали 4 года И потом, наверное, разошлись, расширились То есть, он купил свою лодку, я купил свою лодку Другую И, как бы, в этом, наверное, за 4 года Вот, как я уже говорил Мы закончили некое образование по поимке лабстров То есть, как это вообще делать Как это можно зарабатывать И что это вообще такое Подводные камни Значит, первое Это строго американский бизнес То есть, там не то, что не любят конкурентов Потому что там из поколения в поколение То есть, от дедушки к папе От папи к сыну переходит этот бизнес А я еще был, как бы, чужак То есть, я был первый русский в Калифорнии Которым этим начал заниматься То есть, ко мне там было сразу такое пристальное внимание Второе То есть, как бы, для того, чтобы вам выйти ловить лабстров Вам надо построить ловушки Как бы, там, купить насадку Да, заправить, скажем, солярку в лодку И началось с насадки То есть, я звоню Здравствуйте, можно у вас насадку купить? Они акцент слышат? Они говорят О, да, вы там тот русский парень, который зашел Я говорю, да Ну, знаете, у нас насадки нету Я говорю, а когда будет? В следующем году То есть, как бы Вот так вот Да, меня побрели сразу Я пригнал там на ремонт какую-то лодку Они говорят Ребята, а мы вашу лодку не возьмем Почему? Потому что у нас чинятся люди, которые, как бы, это самое Если мы вас починим, они ловчинятся не будут Тут бойкот То есть, вот я сразу ощутил на себе этот дикий запад Вот вам и свободная Америка Да, да, да Америка, нет, она свободная Вот вам и страна возможностей Да, да Нет, в этом плане я как раз-таки все согласен Люди в этом бизнесе стояли Территории заняты Никто не хочет делиться своим хлебом Никто не хочет делиться местом под солнцем Я как раз-таки это понимаю И, ну, таких ситуаций было много То есть, проволоку звонишь тоже Они говорят, проволоку мы вам продать не можем Если хотите, звоните нашему дистрибьютору Он вам построит ловушки Естественно, вы понимаете Это стоит уже там в раза два с половиной дороже Потому что кто-то Сразу, Виталий, сразу вспоминаются два фильма Первый, это, конечно же, Форест Гамп Как этот промысел вообще выглядит И как это все там происходило И второе, конечно, это бессмертный фильм Крестный отец Про Дона Корлеона То есть, судя по всем внешним признакам То у вас был выход Или так, или так, да? Да Сделать предложение, от которого никто не сможет отказаться Или кому-то обратиться за помощью Ну, за помощью, я скажу честно Как бы я не люблю обращаться к кому-либо Плюс, там вам мало кто поможет То есть, даже государственные организации Которые все это контролируют Они говорят, смотри Государство или мафия контролирует? Нет, нет, контролируют государство Как бы, просто там, скажем так Там есть джентльменские договоры Вот как бы это называется Джентльмен рулс И, опять-таки же, я еще не все перечислил То есть, потом, когда я уже вывозил ловушки Первый сезон Ко мне подъехало там Ребята такие подъехали Восемь человек А я их как бы искал То есть, это то место, на которое я собирался идти ловить И, кстати, словом, была тоже вот интересная ситуация Значит, мы выходили из порта И у нас, скажем так Было два места, где ловить Ну, предположительно, с этого порта То есть, юг и север И надо было принять решение И ко мне на заправке подъезжает дедушка такой старенький Говорит, ребят, привет, там, вы русские Говорит, я потомстые поля Говорит, ну, я родился в Америке То есть, мои все праотцы из Польши Говорит, ну, что, вас никто нигде не хочет Мы такие, ну, да Слушайте, говорит, ну, я старый Мне там уже 80 лет Говорит, я скоро на пенсию хожу Ну, хотите, приходите вот там за мной Говорит, ставьте ловушки Говорит, вперед, меня просто не лезьте Говорит, а, так, ставьте Говорит, и ловите там себя спокойненько Туда, говорит, не ходите Да, и я сижу, вот его слушаю, знаете, вот так вот Ну, думаю, блин, вот пойти за дедушку прятаться Ну, как-то стыдно Думаю, пойду-ка я к этим двум ребятам Буду я там ловить Ну, забегая вперед, скажу, что через пять лет Это стали мои лучшие друзья Вот эти вот два опасных парня Которых, про которых сейчас ушла речь Мы очень хорошо ловим И до сих пор вместе Мы, скажем так, кооперируем А не конкурируем И так далее То есть, познакомились на второй год, наверное Ну, так, скажем так Обменялись любезностями Ну, после этого стали такие там Парни тоже крепкие оказались До Махачи доходило? До Махачи доходило? Нет, вы знаете, там немножко как бы не принято Махач это как бы такое проявление слабого То есть, там все играют больше на психологии То есть, они говорят Вот, вы поставили ловушки Подвиньтесь, пожалуйста Вы говорите А что я себя не подвинулась Ну, посмотришь Там приходишь У тебя там 50 ловушек было А 50 ловушек нету Ты там Вы там прибегаете ко мне Там говорите Вот чего А где ловушки Где там Вы мне порезали Что-то с ними случилось Я стою плечами Пожимаю То есть, как бы если в этот момент Вы на меня прыгнете и ударите Я могу вам оказать полное Достаточно сопротивление Я при этом буду прав То есть, вы проиграете вообще во всем Тут надо с людьми Скажем так Говорить на их языке В этом плане То есть, как бы они не боятся драки То есть, многие думают О, там на американца замахнешь Что он там испугается Побежит в полицию сдавать Нет, такого тоже нет То есть, это зависит от людей Люди везде разные То есть, нет такого Там латвийцы такие Русские такие Американцы такие Люди везде люди Люди везде с какими-то С этими чертами характера И как раз таки Вот там получилось Ну, скажем так Я нашел правильный подход Чтобы не то, что там Ой, пожалуйста, пустите Дайте мне там половить Нет, такого не было Я говорю, ребят, смотрите Вы ловите здесь Я ловлю здесь Говорю, все Мы делим территорию Это будет так Как бы по-другому не будет Ну, и они поняли Что сдаваться я не намерен Назад отступать Я тоже не намерен То есть, со мной надо договариваться Ну, в результате мы договорились Поэтому, с тех пор Вот ловлю 16-й год Все, слава Богу Unbelievable Unbelievable, товарищи То, что вы видите в кино Это все ерунда Вот реальная жизнь Вот она вот так выглядит В Америке, оказывается Про меня, кстати, хотели снять кино Вот на эту как раз таки тему Вот так вот Я пока не должен Форест Гам 2 Форест Гам 2 Вот там будет настоящий Форест Гам Real Форест Гам Ну, хорошо Ну, вот Лобстеры Я понимаю, что это все равно Но это все равно связано С какими-то контрактами Потому что Один же ты не будешь кушать Всю эту массу этих лобстеров Которую ты поймал Ты должен прийти в ресторан И сказать Хей, Майк там Или там Ну, не совсем так Не совсем так Это промысловый лов Там приезжают обычно перекупщики А, приезжают перекупщики Все ясно Да, он все перекупает Ну, то есть То есть, я понимаю Дениска Что если мы с тобой рванем в Америку То вот у нас есть Кое-какие подводные камни Но, в принципе В принципе На лобстерах Мы с тобой можем подняться Чуть-чуть еще Забегая вперед Скажу такую маленькую вещь Вы с Дениской Приедете в Америку Добро пожаловать И Значит, смотрите Там еще есть Вы не должны уронить цену Потому что Если вам опустят ниже цену Обычного То есть, это помимо конкурентов Вы еще воюете с этими перекупщиками Которые хотят вас Очень сильно обдурить То есть, всегда Человек хочет заплатить меньше А получить больше То есть, надо вот эту марку держать Второе Есть такой департамент Fish and Wildlife То есть, это то, что контролирует Скажем так Вылов закон Калифорнии И, как вы понимаете Лучше не становится То есть, законы все время подкручиваются Поэтому Вы параллельно должны Вести большую политическую жизнь Быть на всех митингах И отстаивать свои права И заявлять о своих правах Это второе Третье Это, конечно же, погодные условия И, как мы ранее говорили Это очень дорогой бизнес Например, вот в этом году Ну, я не боюсь Назвать эту цифру У меня за одну ночь Ушло ловушек на 25 тысяч долларов За одну ночь То есть, так вот океан слезнул И все, нету Потеряли ловушки Весь берег Ну, как бы все побережье Вот от Сан-Франциско До Сан-Диего То есть, огромный шторм прошел И все знали, что шторм Отодвинули ловушки Но никто не знал, что такое большой будет То есть, я говорю Ошибки безумно дорогие Тут вопрос Насколько после этого Ты сможешь быстро восстановиться То есть, ну, вот Я смог Я даже в Ригу на выпуск полетел Вот сижу с вами Беседую, беседую А кто-то все вышел Из бизнеса после этого То есть, тут очень много деталей Это такие вот Три основные назвал А там еще будет Очень-очень-очень-очень много Всяких разных Слушайте, ну, интересно Я понял Что надо посидеть тут Еще подумать крепенько Надо ли ехать Или не надо ли Идите на рыбу Там проще Куда-куда? На рыбу? На рыбу, да На рыбу, на крабов Там проще Я шучу Шучу, конечно Везде можно Понятно Нет, ну, на самом деле Я где-то лет 7 назад Первый раз попал в Америку И поехал к приятелю У меня там прокатил По штатам И я понял, что да В принципе Страна, где я бы мог жить При одном условии Что если бы я был Значительно моложе Вам сколько лет было Когда вы покинули Латвию? 21 Ну, тогда все нормально Тогда человек прошел Определенной стадии Трудностей И сейчас, я так понимаю Вы себя достаточно Прилично чувствуете, да? Вы знаете, да Но сказать честно Я не боюсь Каких-то перемен Какой-то эмиграции Наверное, у меня нет Такого страха То есть В каждом возрасте Наверное, важно Не цифра в паспорте А настолько Насколько ты себя чувствуешь И насколько ты можешь Быть применимой Насколько будут Нужны Те, скажем так Навыки, которыми ты владеешь Поэтому Как бы тут я с вами При своем уважении Готов не согласиться Если бы вы сейчас приехали в Америку Я думаю, что вы бы там Очень хорошо устроились Являясь профессионалом В каком-либо деле здесь Вы найдете себя В любой стране В любом обществе Так что А профессионалам нужно везде Ну, я там пообщался Тоже с товарищами Из цеха И я понял, что Есть определенные нюансы Как у вас с лобстерами То же самое И, скажем так И в нашем Пардон И в нашем деле Это и американцы Это и простые американцы Это крутая публика Беверли-Хиллз Да, честно скажу У меня есть там Очень много знакомых Скажем так И звезды голливудских знаю И еще ребят Просто не хочу распространять имена Потому что Ну, как бы Есть такое внегласное соглашение То есть Я могу сейчас сидеть Пестрять этими именами Смысл? Зачем? То есть А круг у меня Лобстеры помогли? Нет Это как раз таки Моя другая тематика Наверное Больше помогла И по лобстерам Да Это то есть Как я уже говорил Это американский бизнес И там у меня Вот одни американцы Там одни американцы Да Хорошо А круг общения Круг общения Как я понял Он достаточно широк Да Очень 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 То есть У меня Разные люди Разные возраста То есть Америка на самом деле Тема хороша Что Там нет каких-то преград Возраста Там нет преград Каких-то там еще Ну, знаете Там социального ранга И так далее То есть Там все общаются Со всеми И все как-то пытаются Ну, найти Какую-то Скажем так Интересную для себя Сторону в собеседнике То есть Там есть такое понятие Которого очень Не хватает Латвии Small talk То есть Маленький разговор Например Мы с вами едем в лифте Я говорю Здравствуйте Вы говорите Здравствуйте Как вас зовут Так-то Меня зовут Так-то Чем вы занимаетесь Тем-то Я занимаюсь Тем-то То есть Мы представились Возможно Вы ищете человека Моей специальности То чем я занимаюсь А я ищу человека Который занимается Специальностью Которой занимаетесь Вы И вот этого Здесь не хватает И люди Скажем так На этом строят Очень Ну, такие Большие Обширные отношения Строят на этом Бизнес Строят на этом Очень много Позитивных вещей Отношений То есть Там такая страна Причем в любой штат В который бы вы приехали Вы не будете себя чувствовать Одиноко Не будет такого Что вы будете приходить В бар Или куда-то в ресторан И вы будете один сидеть Подходить к людям Или не подходить к людям И вы будете там Чувствовать себя Одиноко Нет Вы найдете везде компанию Люди очень дружелюбные Люди очень общительные Люди очень открытые Скажем так Там люди Привыкли доверять друг другу Привыкли верить Ну, я считаю Человек общительный Поэтому я нашел Очень быстро себе Компанию В разных кругах В разных отраслях И так далее Ну Я могу сказать Что Не все так гладко Как говорит Наш уважаемый оратор Потому что Ну, я тоже человек Общительный И Я бы сказал Что Не так Не так все гладко Достаточно Достаточно Есть свои нюансы Мягко так выражаясь Потому что Ну, например Там Не знаю В тех же барах Там Или паба Где ты сидишь Там с кем-то Разговариваешь Там Ну Особо ты так В друзья кому-то И поплакать жилетку Ты там Ну, не сможешь Особенно Я заметил Тебя так Тебя так О, е Окей И вторая фишка Это то, что Тут есть то Чего нету там Опять-таки Если вам там Станет хреново Если у вас нет Настоящего друга Или даже при наличии Такого настоящего друга Которому Позвоните И скажете Слушай, Сеня Я вот Хреново мне Беру бутылку водки Иду к тебе Он скажет Не, стоп Вот знаешь В среду С 5 до 8 Вот Тогда мы с тобой Водочки выпьем А сейчас у меня Бизнес Занят Семья Колледж Молеч И так далее И так далее Не соглашусь Да У вас есть такие друзья Конечно Вам повезло Смотрите Среди американцев Даже Когда вы помните В 20-м году Было безобразие Когда там громили Погромы И все остальное У меня вот Грю Как бы Лос-Анджелес Он делится на два типа То есть Работающих людей Неработающих людей Ну не будем Сейчас в политику Вникать В общем То есть Ну как раз таки Конкурента С кем я начинал Тогда воевать Когда ловил лабстера У него дом В Вентуре В горах Очень хороший У него там оружие Наверное На маленькую армию хватит И я за свою супругу Переживал И за ее сестру Я позвонил Говорю Рик Можно к тебе Отправить Говорю Ну девчонок Говорю Чтобы они у тебя Пересидели Он говорит Конечно Они подготовили комнату Они сделали дом Они приняли Как родных То есть Он говорит Конечно Ты тоже Приезжай Оставайся у меня Сколько хочешь Живи Никаких денег Боже упаси Вообще За этот разговор Нету Вот такие Американцы Настоящие То есть Это очень открытые люди И да Я могу Позвонить человеку Сказать Сеня Здравствуй Только Американскому Сене Я к тебе Приду в гости Он скажет Заходи То есть Если в этот момент Он будет дома Заходи Ну вот оно Опять таки Везение Чисто человеческое Потому что Не у всех Есть такие Варианты Я все таки Считаю По роду Своей второй Деятельность Человек Притягивает То что Заслуживает И то Как сам К этому Относится Поэтому Ну Наверное То что Появляются Такие друзья Такие люди Вокруг Ну Где-то Я может быть Сам такой Что Если вы мне Позвоните И вы мой близкий Человек И вам нужна Будет срочная Помощь Я вам вряд ли Откажу То есть Подчеркиваю Это должен быть Близкий человек Это должен быть Скажем так Должна быть Какая-то ситуация Не просто Вам хочется Покапризничать А вам Конкретно Нужна Скажем Выговориться Или какая-то Помощь Тогда я всегда К вашим услугам Ясненько Хочу еще Буквально Три секунды Вернуться К вашей Кино теме Конечно Вот это Вот это Вот Скажем так История С массовкой И Она Имела Какое-то Продолжение Или Попробовали Посмотрели И сказали Не хочу Это не для меня Да Имела Я закончил Театральный Калледж Я туда Пошел Специально То есть Надо было Получать Калледжское Образование Нет Это уже После массовки Было Это когда Уже Легализовался Полностью И я Закончил Английский Все уровни Я закончил Скажем так Театралку Это Выбрал Почему Потому что Здесь Ну как бы Как у многих Людей Была куча Комплексов Я хотел От них Избавиться Выбрал На себя Это Направление Значит Пошел В театре Не играл Но пошел Работал Несколько Фильмах Снялся Меня Можно Найти На кинопоиске Виталий Сверидов То есть Там Есть Четыре Фильма Снятые И самый Громкий Фильм Который Меня К сожалению Не Аккредитовали Потому что Сильно Вырезали Это Как раз Такие Фильм Стивена Спилберга И Диана Джонс Кристал Скал То есть Да Я там Снимался Играл Русского Солдата Я там Танцевал Около Костра Играл В карте Рубился Рывал На себя Гимнастерку То есть Вот там Заключалась Мой роль Там Играл Павел Лучников Игорь Жикин С которыми Мы там Тоже Познакомились Это Стандартное Такое Клише Русского Танцевать У костра Рвать На себя Гимнастерку С криком Бляхатый Муха Ну Вот Да Да Все Это Было То же Самое И Да К сожалению Там Гимнастерку Нас Слишком Сильно Порвал Поэтому Так что Снимался Последняя Моя Картина Была Так Надо было Позвонить Сказать Спилберг Стивен Ну Что Что Ты Меня Ёхай Ты Так Вырезал Под корень Ну Потом Мы К сожалению Со Стивеном Больше Не встретились Поэтому Вот Он Не Простил Гимнастерку Нет Он Не Простил Джуда Ло Потому Что На каждом Утром Когда Увидел Он Говорит Ты Больше Никого Не Будешь Бить Нет Стивен Не Буду Никого Хороший Дядька Очень Хороший Мужик Замечательный А что Серьезно По серьезному Так Приложились Да Нет Нет Боже Упаси Там Недопонимание Было Там Я Эту Историю Рассказывал Где-то В интервью И Там Была Какая Ситуация Мы Стояли В массовке Получилось Так Что Я Всегда Лес Наражен Перед Камерой Но Мне Хотелось Попасть Куда Там Голливуд Фильме В кадр Конечно Ж И Стоит Джут Ло Там Его Загримировались В этот Фильм Помните И Он Выходит В такую Стойку Делает И Ну Там Тоже Надо С ума Сходить Ну И Короче Получилась Такая Ситуация Дурацкая Я Оказываюсь В середине Он Выпрыгивает В центре Города Все Шарахаются Разбегаются Он Показывает И Начинает Прыгать Я Дал Подсечку И В голову Обозначил КТ Занимался И Он Тогда Кат Стоп Секьюрити Меня Скрутили Решили Что Я Актера Решил Побить Смешная история Я знаю Мне тогда Очень не смешно Душевный Душевный Был Человек Душевный Был Человек Я уже Представлял Думаю Все Вокзал Обратно Рига Думаю Здравствуй А что Тебя в Америке Выперли Да вот Джудло Побил Нормальная Такая История Хорошо Так Закончил Американскую Мечту Окей Кино Кино Закончилось Закончилось Как я Понял Из вашего Интервью Тоже Одного Нет А как раз Таки Что касается Денег Это вот Моя работа По ловле Лабстера Это все Перекрывает Это все Перекрывает Смотрите Я как бы У меня Такая всегда Была идея В жизни Которую Я наверное Сколько Настолько Получилось Реализовал Я хотел Скажем так Работать Минимум Ну не то Что минимум Как бы Работать Какое-то Время И половину Свободного Времени Заниматься Тем чем Я хочу Любыми Увлечениями То есть У меня Так и Получилось У меня Работа Это Она Сезонная Она Где-то 7 месяцев В году То есть У меня 5 месяцев Свободных Которых Я Предвежу Самому Себе И У меня Есть Скажем так Куча Свободного Времени Для Саморазвития В чем-то Еще Ну Так Так что Не для Денег Ради А для Саморазвития Ну и Как тогда Появилась Эта тема С этими Энергетическими Практиками А вот Тут уже Интересная История Будет Этатическими Практиками Я начал Заниматься В 94 Году Еще до Отъезда Еще до Отъезда Мне было 15 лет Закончила Курсы Валентина Михайловна Ваулиной Она была Ученицей Сергея Алексеевича Вронского Это Величайший Астролог Про которого Наверное Ну В Латвии Знает Каждый Человек То есть Ну Про Скажем Вы Занимаетесь Биоэнергетикой Да Вот Смотрите Как бы Я начал Стрелительство Сейчас я Перешел В самореализацию Что такое Самореализация То есть У человека У каждого Есть Энергополе Которое Скажем так Недоразвито Ну Недооткрыто И моя задача Помочь человеку Найти себя В его поприще Чтобы Его жизнь Стала жизнью А не существованием И наполнилась Полностью Красками Картинками И так далее Вот в этом Я наверное Помогаю В двух словах То есть Открывая Энергополя Как это Работает Примерно То есть Когда человек Допустим Недоволен Своей фигурой Он приходит В тренажерный зал Нанимает тренера И начинает Скажем так Тягать железо Чтобы как-то Усовершенствоваться Для этого Ему нужна диета Для этого Ему нужна тренер Для этого Ему нужно Три раза Заходить в тренажерный зал В энергетике В энергетическом теле Примерно то же самое То есть Я являюсь Наверное Тем тренером Который Помогает Человеку Развиваться И помогает Найти себя Помогаю Найти Услышать Своё внутреннее Подсознание То есть Чего человек Хочет на самом деле И понять Для каждого Своё понятие Счастья Оно разное И чтобы человек Нашёл своё счастье В том Чем ему Комфортно Хорошо Ну то есть Это Условно говоря Ты хочешь Об этом поговорить Вот моя Чековая книжка Вот мой счёт Давай Будем говорить На все деньги Если вы Смотрели Моё интервью Вы знаете У меня есть Один такой Маленький Нюанс Я не беру Деньги Я об этом Слышал Что вы Деньги Не берёте И более того Что вы Даже Скажем так Ну Первый Первый момент Когда вы Знакомитесь С человеком Когда вы Его Обследуете Смотрите Я не знаю Как это правильно Сформулировать Диагностируете Да То Вы как раз Таки Вот за это Денег не берёте Тогда у меня Вопрос Работа Достаточно Ну я бы сказал Вредная И сложная Да Потому что Сидеть И выслушивать Когда на тебя Всё это Выливают Это работа Психолога Выслушивать Выливают Да Но у вас Практически Практически То же самое Чем Это отличается Хорошо Давайте я вам Объясню Немножко Приведу Пример Значит Первое Не беру Денег А как вы Правильно Интересно Заметили Такой Подвох Тут прозвучал То есть Ага Диагностика Бесплатна А дальше Начинается Дорогощее Лечение Нет Мой прием Стоит Один Цент Сергей Алексеевич Говорил Такую вещь Вы должны Что-то Взять Какую-то Минимум То есть Монетку Вот на этой Монетке Я остановился Но Как бы Никто на меня Ничего не выливает И работая С теми Людьми Кому я чувствую Что я могу Помочь Кому я хочу Помочь И самое главное Когда человек Сам может Помочь Себе Я не буду Никогда Брать человека Которого я Не чувствую Что будет Какой-то Положительный Результат Зачем Этот человек Ко мне Пришел Что я С этого Получаю Есть ли Какой-то Подвох В этом За то Что не беру Денег И за свое Потраченное Время Конечно Есть Подвох Безусловно Я его Прямо Говорю И говорил И Кстати Определ Я его В Риге Потому что Здесь Самые Люди Осторожные Так Денег Ты не берешь Это самое Чего-то Здесь Не то То есть Где-то Подвох Я говорю Да Конечно Подвох Будет Вы Даете Один Цент Но Условие Когда вам Поможет Подчеркиваю Когда вам Поможет Когда вы Получите То что Вы Хотели Вы Обязаны Будете Перед Целенной Перед Господом Богом Помочь Кому-то Еще То есть Это Может Быть Человек По вашей Профессии Если Вы Повар Вы Кого-то Накормите Если Водитель Вы Кого-то Подведете Если Вы Сантехник Кому-то Почините Трубу Делайте Что Хотите Очень Гуманно Да Но Наша Задача Как Говорится Я считаю То что Мы Вкладываем В этот Мир То Мы Получаем Что Я Получаю Вы Спросите Я Получаю Положительный Улыбчивый Мир Со Всех Сторон Да Может Быть Это Очень Маленькое Количество Людей И Оно Разбавляется В этом Огромном Обществе Но Тем Не Менее Я Расскажу То что Когда Я Приехал В Ригу В 16 Году И В 16 Года Я Каждый Год Вкладывал Я Уже Вижу Это На Улице Это Уже Возвращается И Я Уже Вижу Других Людей Изменившихся С тех Пор Когда Я Посмотрел Ригу Когда У меня Был Перерыв 16 Лет Поэтому Результат Это Дает И Зачем Мне Это Нужно Ну Все Мы Ребят Ну Это Не Я Сказал Бог Делает Добро Нашими Руками То Есть У Бога Рук Нет Рук Есть У нас Чтобы Что Сделать У нас Есть Действия Для Этого Вот В этом Наверное Цель Вам Интересно Как Этот Процесс Происходит Действительно Да Вот Видите Очень Красиво Говорит Докладчик Очень Красиво Теперь Подойдем К сути Да С удовольствием Например Вы приходите Ко мне И первый вопрос Который у меня будет Счастливый ли вы человек То есть Счастливый ли вы жизни Большинство людей Говорит Да Говорит Я счастлив Смотри У меня есть там Работа У меня Хороший начальник У меня Классная Там Ипотеку Я плачу То есть Там Машина В кредит На выходные На дачу Субботу Воскресенье Шашлыки Все клево Все супер Но вопрос Не в этом Вопрос У тебя Есть То Что Тебе Сказали Что 20 минут Разговора Сидит Матерится Говорит Что Все Это Мне Не надо Ипотека Напрягает Начальник Меня Бесит Работу Я Свою Ненавижу Я Занимался Вообще Ничем Чем Хотел То есть И получается Вот Льется Куча Негатива А Вот Тут Моя Задача Научить Его Слышать Своего Подсознания И Не важно В каком Он Возрасте Или Не важно В каком Он Положении Начинать Это Заново Исправлять То есть Начинать Как мы Говорим Жить Но Так Вы Психолог Нет Я Не Не Нет Смотрите Но Тут Опять Так Есть Одна Маленькая Загвоздка Вы Правильно Сказали В чем Тогда Работа Биоэнергетики Биоэнергетика Это Как раз Так Та Скажем Так Манипуляция Физическая На Сознание И Подсознание Человека Чтобы Он Начал Слышать Себя Финальная Задача Какая Первая Чтобы Человек Обрел Своё Счастье Получал Положительные Эмоции А Потому Что Как Я Всегда Говорю Говорил И Буду Говорить Богат Человек Не Тот Кто Накопил Много Денег А Тот Кто Копит Положительные Эмоции Вот Человек Полон Положительных Эмоций Он По Настоящему Богатый Неважно Какое у него Финансовое Состояние Потому Что Есть Очень Богатые Люди Очень Несчастные Я Живя В Голливуде Как Говорит Сообщаясь Как Мы уже Ранее Говорили В разных Кругах Я Видел Очень Несчастных Людей И Очень Знаменитых И Очень Богатых И Да Признаюсь Удавалось Им Помочь Но Это Грустно Когда У тебя Есть Все Я имею В Материальном Плане У тебя Есть Все И Ты Сидишь Один В Огромном Доме С Бассейном Сидишь Пьешь Чинзану Или Височку И Думаешь Твою Мать А ведь Все Могло Быть Иначе Вот Абсолютно Верно Вот Это Оно И Я Привожу Всегда Пример Своего Одного Товарища Вот Я Вам Расскажу Ситуацию Допустим Денег И Счастья У Меня Был Товарищ Мы С ним Вместе Работали В ресторане В ресторанном Бизнесе Официантами И Он Всегда Мечтал Он Говорит Слушай Я Хочу Свой Бизнес Плевать Какой Говорит Главное Говорит Зарабатывать Мне нужны Деньги Мне Нужно Там Это Самое Я Заколебался Копейки Тарелки Таскать И Он Ушел В Аплайнс То Это Кондиционеры Хитера Хороший Бизнес Такой И Он Говорит Мой Лимит Десять Тысяч Долларов Месяц Я Десятку Буду Зарабатывать Блин Я Буду Счастлив Вообще Он Говорит Он Отработал Тяжело Три Года Он Научился Он Сдал На Лайсенс Купил Свой Трак И Он Начал Зарабатывать Десятку В Месяц Я Встречаю Он Такой Счастливый Такой Говорит Блин Я Добился Того Чего Хотел Моя Цель Реализовалась Я Счастлив Я За него Порадовался До Безумия Проходит Еще На Лет Пять Я Встречаю Того Человека В Каком То Ресторане Он Сидит Знаете В этих Цепочках Увешанных Бриллиантами Еще У него Костюм Дорогой И Он Выглядит Ужасно Весь На Нервах Я Говорю Как У Тебя Дела Ну Имя Называть Не Буду Вот Мы С Все Время На Каком Ториснике Говорит И Говорит Вот Этого Нет И Он Перечисляет Что У него Доктора На Ходят Он Весь На Каких Прописанных Таблетках Весь На Каких Антидепрессантах То Есть И Вот Оно Зачем Это Надо Я Говорю Обратная Сторона Видали Да Я Говорю А ты Туда Обратно В Зале Есть А Вот Этого Счастья От Них Нет И Мне Всегда Спрашивают Сколько У тебя Лодок Ты Сколько Лет В Бизнесе Там Ты Наверное Там Одна Лодка А Чего Там Вторую Третью Пятую Не Поставишь Вот Пример Друга Не Хочу Повторять Не Хочу Одной Хватает Хватает Слава Богу То Вы Как То Ну Да Надо Со Измерять Скажем Свои Потребности Со Своими Возможностями Это Во-первых А во-вторых Вот Если Взять Сумочку Очень Тяжелую И Не Поднять Чуть Чуть Если Полегче То Можно И Взвалить На Плечи И Понести Это Достаточно Житейская Распространенная Тема Потому Что Во-первых Когда у тебя Есть Десятка В месяц То У тебя Включается Тумблер Тебе Уже Этого Мало Тебе Надо 20 30 40 50 60 А потом Ты Приходишь В ту Ситуацию Которую Вы Говорили Да И Самый Дорогой Источник Я считаю Это Время Это То Что Не Вернуть То Деньги Можно Заработать Многие Вещи Можно Вернуть Время И Здоровье Абсолютно Верно То Это Два Самых Главных Париоритета Время Здоровье Семья Близкие Люди Какие Свои Увлечения Какие Свои Реализации И Задача С людьми Которые Приходят На Сеанс Или Которым Нужна Помощь И Как Мы Уже С вами Говорили Это Бывают Очень Скажем Так Высокопоставленные Люди С Огромным Количеством Денег И Они Приходят За Какой Минимальной Реализацией За Минимальным Счастьем Первое Что Я Делаю На Приеме Человеку Даю Почувствовать Себя И Показываю Что Если Ты Хочешь Что-то Изменить Ты Должен Учиться Любить Себя Люди Говорят Особенно Девушки Молодые Красивые Ты Что Я Себя Люблю Я Знаешь Только Денег Вложила Я Говорю Честно Не Вижу Потому Что Такие Губищи Сделать Такие Остальное Сделать Но Это Надо Настолько Не Любить Что Так Се Изуродовать Когда Человек Учится Принимать Таким Какой Он Есть Его Начинают По-другому Воспринимать Другие Люди К Нему Начинают По-другому Относиться От Него Начинают Вот Эти Харизма Да Но Вот В Эту Скажем В Такую Ситуацию Стресса И В Такую Ситуацию Ну Как Б Какой Безнадёги В В Подали Ну У меня Достаточно Много Знакомых Которые Туда Уехали И Вот Ребята Музыканты Которые Здесь Были Реализованы И Талантливые Востребованные Все Вот Американский Дрим Американская Звезда Все Это я Да я Там Всех Порву На английский Флаг И Я вам Скажу Что Один Ну Есть Пара Пара Удачных Примеров Когда Люди Действительно И то По прошествии 15-20 лет Они Как-то Вот Что-то Связанное С музыкой Делают Дальше И продолжают Это Остальные Все Как Вот История Про Траки Про Официантов Про Про Краску Домов Про Кондиционеры Про Все Остальное Вот Почему Все-таки Не Удается Зацепиться И Не Удается Скажем Так Выйти На То На Что Ты Рассчитывал Расскажу С удовольствием Первое Ну Вернемся В эзотерику Это карма У каждого человека Есть своя карма И насколько Настолько Больше Вы ее Скажем Так Отрабатываете В отношении Себя Настолько Будет Больше Реализовать И открываться Ваша Жизнь Второе Ну Скажем Так Если Не уходить В эзотерику Это Как я всегда Говорю Это Амбиции На которые Хочет Человек И планки Которые Он Себе Ставит Смотрите Америка На 80% В Петропавловске Зарабатывал 500 долларов И для него Это был Предел мечтаний Приезжает В Америку Устраивается На завод И зарабатывает 5 тысяч Условно говоря Один тракт Да Условно говоря Один тракт Да Вопрос Его амбиции То есть Он хочет Тупо Работать На заводе Он хочет Тупо Хорошую водку Пить Хорошее Мясо Жрать Хороший телек Смотреть И скажем Так Что у него Был Какой-то Минимум Вот люди С минимальными Амбициями Которые Умеют Работать Руками Скажем Так Какую-то Имеют Профессию Они там Счастливы Они Счастливы Абсолютно Они находят Себе Америке Они говорят Это лучшая Страна В мире У них Амбиции Минимальные Люди Как вы говорите Особенно Творческие С амбициями Художников С амбициями Актеров С амбициями Певцов Музыкантов И так далее Им немножко Сложнее Потому что Они уже знают Себе цену Они знают Свою востребованность А они приезжают Туда И вот этой Востребованности Не получают И наступает Облом Очень часто Люди Которые здесь Успешные Бизнесмены Они приезжают Также в Америку И они обламываются Потому что Он на руководящей Должности Он не привык Эти мыть посуду Он не привык Работать официантом Ему тяжело Этот путь Проходить То есть И вот те люди Которые все-таки Снимают себя Эту корону В сторону Говорят Так Я здесь никто Ничто И звать меня никак Я начинаю все с нуля Вот эти люди Именно амбициозные Высокопоставленные Они добиваются Там второго Как я говорю Успеха Но эти люди Очень тяжело Работают над собой И вернемся К разговору энергетики Главная работа Которую мы делаем Это Мы работаем с человеком То есть Задача его Поменять его жизнь Поменять его отношение К миру Поменять его отношение К себе Узнать что он хочет Как он чувствует И это работа Работа Еще раз работа Мы Это кто? Это мы с человеком Который ко мне пришел Работать поэнергетически Это все отвечаю На этот вопрос То есть Вы и пациент Абсолютно верно То есть Если человек думает Что он там придет Скажем так Все хотят Знаете чего Прийти Лечь на кушетку Закрыть глаза Зажгли вот эти вот Вонючие палочки Бринчат какими-то колокольчиками Что-то там Навивают руками Машу Он ушел Звучит бубен Страдивари Да-да-да Он ушел Другим человеком Мне ребят Такого нет Сразу скажу Это не существует Это миф И я не видел Ни одного человека Которому что-то нагадали Или там Мы что-то сделали Занимаясь 28 лет Который бы ушел У кого-то жизнь Что-то поменялась Что я вижу Постоянно Продолжаю видеть Это причина Трудоследственной связи Работа над собой Измене самого себя Избавление от Среди привычек И скажем так Вот это вот Работа-работа-работа-работа Вот она дает Скажем так Идеальный результат Всегда Слушайте Меня еще интересует Такой вопрос А вот Виталий Все-таки Достаточно Успешный человек Хорошо Поднялся там Приехал Поработал над собой Ты поднялся Все Но все равно Есть какой-то Скажем предел Есть какой-то порог Дальше которого Тебя не пустят Потому что ты Не местный Да Возможно Такое есть Ну давайте возьмем В каких это Наверное Областях Это я думаю Что все-таки Будет связано Больше с политикой Если вы Скажем так Политик в Латвии Вы приезжаете И у вас Скажем так Вы грезите Стать каким-то Супер большим Политиком в Америке Вот тут Наверное Вас чуть-чуть Обломают Вы можете Подняться до мэра Вряд ли вы уже Подниметесь до Губернатора штата То есть Как бы Есть какой-то Лимит Если вы пойдете В шерифский департамент Наверное Тоже будет Какой-то Лимит То есть Да Свои лимиты Безусловно Есть Я никогда Не смогу Стать президентом США Какой бы классный Я не был Потому что Я там не рожден Это прописано В конституции То есть Есть еще Много всяких Для этого Можно в Латвию Приехать Ну Да Логично Кстати Надо будет задуматься Неплохая идея Спасибо Эдмонд Но В плане бизнеса Нет В плане бизнеса Наверное Вы можете Очень далеко Скакнуть Вопрос Насколько Вы хотите Вы Может быть Не станете Супер Глобальным Монополистом Но Я имею Ввиду Уровень Миллионера Это Да Вообще Запросто То есть Я очень Много таких Людей Знал Которые Поднялись Так То есть Миллионеров У меня Знакомых Много Ну Ясно Еще одна Тема Которую Которую Хотелось бы Затронуть Это Вот Виталий И музыка Я знаю Что Ну Наш общий Друг Хваницкий Мне Анатолий Студия Антекс Он Рассказывал Что Вы Пишите Песни Вы их Записываете И И Вы От этого Ловите Какой-то Определенный Кайф Вот Извините Вот Нахрена Попу Гармонь Если он Не комсомолец Ну Давайте Попробую Характеризовать Как я Еще раз Говорил Я Человек Который Реализует Все Что Он Хочет Реализовывать Это Мой Стиль Жизни И Я Это Открываю Другим Людям Нахрена Попу Гармонь Давайте Попробую Значит Про Анатолия Хвойницкого И про студию Антекс Я могу Говорить Бесконечно И Это Сейчас Эфир Еще Затянется На Неопределное Количество Часов Потому Что Это Уникальнейший Человек Это Как я Говорю Вот Этот Храм Света В Риге Студия Антекс И Я готов Платить Свои Деньги Приходить Туда Просто Чтобы Там Находиться И Ничего Не Делать И Всех Людей Кого Своих Знакомых Я рекомендовал Студию Антекс Туда Приходили Они Там Как Магнит Нас Не Выгнать Мы Чай Попьем Мы Это Самое Мы Вас Не Задерживаем А Толя Тоже Добродушный Человек Да Нет Посидите Все Люди Делали Подарки Людям На День Рождение Писали Она Бывает Закрыта Я Отправляю Специально Человека На Уроки Вокала И Обязательно Должен Попеть В Королоке Или Что-то Записать Студия Антекс В Случай Лучше Как Я Туда Попал У Меня Была Идея Написать Первую Песню Мне Пришла В голову Какая Музыка И Я В Голове Слышал Подумаю Что Сумасшедший На Я Думаю Надо Ее Осуществить В Живом Виде И Я Искал Студию На Которую Можно Было Это Реализовать Которая Придурит Та-та-та-та-та А там Кто-то Это Записывает Да Абсолютно Верно Да И Я Нашел Такую Студию Это Была Студия Антекс Я Попробовал Три Места То есть Когда Я услышал Толи Голос По Телефону Я говорю О Это Мое Вот Тут Сердце Откликается Тут Чувство Значит Мы записали Песню Эту Правда Она Получилась Немножко Не того Характера Который Мы Писали Но Неважно Как бы Она Получилась А Ее Нигде Не Опубликовал Не Поставил И Из-за чего Я начал Заниматься Музыкой С детства Я безумно Люблю Музыку Но У меня Нету Слуха У меня Нету Голоса То есть Как бы Вот Бог Нету Развиваться В этом Направлении Быть Музыкантов Я Как бы Откинул Эту Амбицию Ну Не Мое Наверное Не то Что Не Мое Я Люблю Это Знаете Вот Постольку Поскольку Как Хобби Как Иногда И Значит Записав Три Песни У Анатолия Хваницкого То есть У меня Было Такое Каждый Год Приезжал Семнадцатого Года Восьмнадцатого Восьмнадцатый Девятнадцатый Потом Вракобесия Настала Потом Опять Приехал Записал Три Песни Песни Эти Никуда Я Не Поставил Просто Сам Слушал Для Себя Думаю Классно Записал Буду Слушать А Потом У меня Пришла Такая Идея Я Мне Жена Подарила Значит Есть Такой Инструмент Варган Называется Вот Вот Эта Штуку И Она Мне Подарила Она Была В историческом Магазине Хотела Сделать Мне Какой-то Подарок Ничего Лучше Не Придумала Подарила Мне Варган Подарила Подарила На полку Положила Побрянькала Ничего Не Получилось Потом У меня Было Такое Грандиозное Событие У меня Родился Сын С малым Своим Я Сидел Понятное Дело Как бы Мелкий Я Не Знаю Что С Ползает И Я Увидел Эту Штуку И Давай Ему Брянькать Это Единственное Что Привлекало Его Внимание И Так У меня Родилась Первая Песня Она Даже Есть Элеватор Она Стоит На Ютубе Ее Показывают По Латвийскому Телевидению Так Получилось Мой Знакомый Постарался Чтобы Это Реализовалось Но Песня Была Написана Именно Музыка Потому Что Вот И Ну Она Наверное Я Не могу Сказать Что Там Был Какой-то Грандиозный Успех Но Мне Там Закидывали Удочку Ты Мог В клубе Выступить Поиграть На Брагане Да Запросто Там Такая Клубешная Музыка А Ты Мог Вступление Открыть Да Запросто Хотя Вы Помните Мою Историю Я Панически Боялся Сцены Всегда Я В обморок Падал Когда Стихи Выходил В школе Читать И Я Говорю Да Вообще Без вопросов Так Потом Был колледж Театральный Так Что Это Все В порядке Это Была Работа Это Не Так Все Просто Было Там Тоже Сложно Вот И Как Бо Говорят Записывай Вторую Песню Сейчас Мы Записали Вторую Песню Тоже На Варгане Тоже Такой Технарь На На Следующей Неделе Надо Клип Начнем Снимать Так Что Да Опять Так Для Чего Я Это Делаю Амбиций Ноль Никаких Нет Честно Говорю У меня Идея Стать Известным Зарабатывать На Этому Деньги Нет Просто Я Это Делаю Для Себя И Я Получаю От Этого Огромное Душевное Положительное Состояние То Я Всегда Говорю Если Я Написал Песню Она Нравится Мне Я Сделал Классное Дело Если Я Сделал Еще Что Она Еще Кому Понравилась Это Вообще Вау Восхитительно Хотя Б одному Человеку То Слава Богу Я Даже Где-то Нашел Сво Слушателя И Нашлись Люди Которые Полюбили Мое Творчество Что Мне Безумно Приятно Но Амбиции Каких Где-то Выступать Делать Концерты Становиться Музыкантом Таких Нет Амбиции Нет Ну Смотрите Вот Амбиции Нет А уже Третью Песню Записи Человек Вторую И Клип Будет Снимать А Амбиции Вроде Как Нет А Тогда Зачем Для Самореализации Для Душевного Состояния То Самое Обычно Не Получается Когда Ты Чего-то Ждешь Или Пытаешься Это Подвинуть Я Ничего От Ходить По Улице Меня Будут Узнавать Если Меня Кто-то Будет Узнавать То Может Скорее Все Из-за Целительства Или Из-за Работы Именно Энергетики И Если Я Стану Известным То Скорее В Этом Поприще Потому Что Ну Признаюсь За 28 лет Практик Которые Я Делаю Делаю Действительно Хорошо Вот То Недовольных Недовольных Скажем Так Людей Не Получивших То Зачем Они Пришли Нет У Недовольных Так Говорю Как Я Не Всех Беру Вот А В Музыке Это Просто Само Отдача Так Сколько У Меня Хватит Буду Приезжать Каждый Год В Вот Что Происходит Сразу Вы Мне Все Нравитесь Я Всех Люблю Но Работать С вами Не Буду Шучу Пошли В баню Вот А нет Смотрите Я Не Могу Это Объяснить Качество Это Наверное Внутреннее Какое Состояние Смотрите У Меня Есть Один Дар Кто Тебе Про Дар Если У Меня Шучу Было Два Дара Мог Быть Папы Римским У Папы Помочь Я Готов Помочь И Открываюсь Для Того Чтобы Помочь Второе Я Никогда Не Предлагаю Людям В которых Я Не Вижу Что Будет Результат То Наверное Уникальность Заключается В том Что Я Сам Нахожу Своих Клиентов Я Могу И По Улице Остановить Незнакомого Человека И Сказать Здравствуйте Меня Зовут Виталий Я Занимаюсь Целительством И Я Останавливаю Человека Здравствуйте Можно 10 секунд Вашего Времени Да Конечно Там Люди Открыты Ну В Риге Не знаю Наверное С этим Сложно Было В Риге У меня Тоже Было Таких Два Случая Два А Как Вы Кстати Ригу Находите Достаточно Долго Вы Тут Не Были Потом Вы Приезжаете Достаточно Регулярно Теперь Опять И Вот Как Рига Меняется Что Хорошего Плохого Есть Две Страны Положительная Отрицательная Ну Давайте Попробую Про Ригу Тоже Могу Говорить Бесконечно Я Безумно Люблю Этот Город Я Люблю Страну Вот Я Здесь Родился Вырос И Много От Кого Слышал Латвия И Рига Она Тянет Людей Как Магнит Здесь Есть Что То Магическое Но Об Это Тоже Можно Бесконечно Как Я Нет Таких Людей Не Видел Не Встречал Я Встречал Таких Людей Которые Говорили Про Россию Про Украину Про Белоруссию Про Другие Страны Но Не Про Латвию Не Про Ригу То Едей Сюда Тянет Это Первая Сторона Значит Если Мы Говорим Про Уровень Жизни Скажем Так Социальный Потому Что Многие Люди У Всегда Такое Мнение Планку Америка Была Вот Здесь Уровень Жизни А Латвия Была Вот Здесь Не Могу Сказать Что На Дне Далеко Скажем Так До Америки Было Сейчас Спустя 23 Года Что Я Живу Я Могу Сказать Что Это Вот Так Да Ладно Да Да Но Здесь Не Живете Товарищ Нет Нет Я Могу Сказать Точно По Тому Чему Я Вижу И То Что Не Замечают Люди Которые Здесь Живут Здесь Ездят На Машинах Практически У всех Есть Квартира Все Что-то Зарабатывают Все Куда-то Ходят Все На Что-то Тратят То Когда Я Уезжал В 2000 Году Машин Было Меньше А Зарплат Было Меньше Даже Возможно Тоже Было Меньше Я Разговариваю Сейчас Людьми Я Примерно Больше Как бы Это Странно Не Звучало Виталий Как бы Это Странно Не Звучало Но У Меня Тоже Куча Друзей Ну Не Только В Америке Но В Италии И Итальянцы Когда Сюда Приезжают Они Обалдевают Они Говорят Что Они В Милане Не Видят Столько Крутых Машин Как Здесь И Говорят Чтобы На Одной Заправке Стояли Рядом Феррари И Два Ламбурдини Это Говорят У Нас Надо Постараться Постоять Там Несколько Дней С Фотоаппаратом Чтобы В Милане Это Зафиксировать Я Не По Машинам Служу Но Фишка В чем Фишка В том Что Психология И Вот Это Состояние Человека Который Дорвался До Каких То Денег Ну Минимальных Которые Позволяют Ему Взять Сыром Кушать Вот Поверь Вот Это К сожалению Здесь В мозгах Вот Тут Это Пока Еще Есть Это Везде Есть Я Вас Удивлю Это Есть Везде Это Есть В Америке В Лос-Анджесе Приедете Вы Увидите Кучу Людей На Дорогущих Машинах Которым Нечем Заплатить За Квартиру Там Десять Человек Они Живут В Абсолютно Одинаково Я Просто Что Пытаюсь Сказать Вот Именно Если Мы Берем Калифорнии Лос-Анджелес И Америку Что Там Получается То есть Америка Все Таки Немножко Не хочу А плохо Говорить Про Эту Страну Я Тоже Безумно Люблю Это Моя Страна Я Там Живу Это Мой Дом Но Она Немножко Начала Деградировать Я Скажу Наверное То Чем Я Кардинально Не Согласен Сейчас Со мной Куча Народу Не Согласится Отвернется От вашей Передачи Поставят Вам 100 Жирных Дислайков Но Я Все Скажу Проблема В том Что Сейчас Везде В обществе Учат Такой Тематике То Вы Должны Заработать На Какие Деньги Неважно Как Вы Можете Перейти Через Голов Через Что Угодно Вы Должны Куда То Их Вложить И Жить На Потенциальный Доход При Этом Вы Ничего Не Должны Делать Вот Эта Тематика Вкладывается В головы И Что Получается Каждый Человек Заведомо Особенно Молодежь Они Хотят Я Получу Наследство Или Что Обману Страховку Замучу Положу Бабки Куплю Биткоин Вложу В акции Все Будет Классно Буду Сидеть Ничего Делать Но У 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 Будут Кормить Лечить Кормить Строить Это Вот Это Все Делать С Тобой Вот Эти Где Специалисты Они Тоже Все Положат Деньги Они Тоже Будут Сидеть На Попе Родно То Вот Это Все Деградирует В Америке Сейчас Не хватает Рабочих Мест Не хватает Профессионалов Не хватает Рук Ничем Не отличается От Да И Здесь То же Самое Вот Это Одинаково И Люди Которые Как бы Опять Таки Ж Все Хотят Что-то Получать Но Мало Кто Хочет Что-либо Давать То есть А Всегда Вот Этот Баланс Он Нарушается Когда Это Происходит То есть Я Вам Лавлю Лабсеров Например Вы Меня Лечите Вы У меня Интервью Вы Мне Строите Дом Вы Мне Допустим Готовите Еду То есть Вот Так Общество Взаимодействует Это Называется Здоровый Капитализм И Здоровая Экономика Когда Я Хочу Сидеть Вы Хотите Сидеть И Остается Один Человек Который Ну Окей Он Не Может И Готовить И Кормить И И Так Далее И Вот В этом Наверное Америка Дала Пример Деградации Вот Чему Я Сказал Что Америка Начала Немножко Вот Опускаться Вот Наверное В Слушайте Ну Под Самый Занавес Нашей Беседы Будем Потихонечку Заканчивать Чего Нибудь Позитивное Хотелось Бы На Таком Миноре Заканчивать Передачу Было Не Правильно Но Не Знаю Может Какой То Прогноз Кстати Все Те Которые Приезжают И Свежим Взглядом Видят То Что Здесь Происходит Кто Позитивный Какие То Моменты Отмечает Кто Негативные Говорит Вот Ваш Взгляд И Чего Нам Надо Было Сделать Так Чтобы Жить Так По Нашему По Американски Нормально Ну Скажу Как я Уже Говорил Ранее Здесь Немножко Не Хватает У Людей Открытости Здесь Не Хватает Вот Этого Открытого Общения Здесь Человека Человека Пытается Закрыться То Мне Хотелось Чтобы Люди Были Более Открытые Более Другой Относились По Человечески Более Другой Чувствовали Не Поймите Люди Очень Хорошие Они Просто Закрытые Они Боятся Смотреть В Глаза Они Боятся Идти На Контакт Они Боятся Вступать В Диалог То Человек Должен Быть Либо Очень Пьяный Либо Под Каким Веществом Либо У Него Должна Супер Вспыш Регионы Хуже Вот Белоруссия Сейчас Удивительная Страна Меня удивила Настолько Открытые Люди Настолько Знаете Какой-то Город Будущий Минск Был Вообще Как из Будущего Очень Удивило Все Такие Какие-то Красивые Все Общительные Все Нарядные Первое Ощущение От Белоруссии Я попал Будущее Будущее Это первое Было Когда я Въехал В Минск Это Просто Город Будущего То есть Все Как-то Вот Так Вот Они Все Красивые Все Люди Красивые Нету Некрасивых Людей Все Добрые Все Общительные Отовсюду Идет Тепло Отовсюду Идет Радушие Отовсюду Идет Прием То есть Приведу Пример Я приехал Только Заселился В гостиницу Я Выхожу На улице У меня Просто Была Подобная Ситуация В Риге И Я Где Продуктовый Магазин Хотел Что Воды Купить Какой То Ерунды И Они Говорят Вот За углом Через Переулок Пройдите Я Выхожу Хожу Минз Засмотрелся Куда Ушел Там Все Красиво Все Чисто Все Убрано И Потерялся Короче Ну Не то Что Потерялся Магазин Найти Не смог И Две Девушки Разговаривают Заняты Между собой Девушки Очень Пойдемте Они Меня Взяли Они Отвели В этот Магазин Они Показали Что Купить Они Показали Куда Идти Куда Не Уйти Что Настоящее Что То есть Люди Бросили Все И Потратили На Миня Свое Время Чтобы Я Скажем Так Как Турист Остался Удовлетворен Этим Местом И Этим Продушием И За Трое Суток Так 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 Беларуси То есть Ребята Вам Комфортно Кондиционеры Работают А как Это А как То То есть Это Везде Во всем Проявляется Здесь К примеру Если Ты Кого Что Спрашиваешь Люди Обычно Так Тебе Отвечают Что Ты Спрашивать Ничего Не Хочешь И У меня Были Ситуации Как Раз Так Когда Я Смотрел На Человека Я Мог бы Ему Помочь Но Я Проводил Тест С трех Вопросов То есть Создавал Какие-то Три Банальные Вопроса Скажем Так И смотрел Человек Реакцию Люди Сразу Так Все Типа Пошел Нафиг Вообще Близко Не Подходи Вот Моя Дистанция Все Ближе Не Приближайся Люди Очень Закрытые Проблема Какая В этом Наверное Люди Себя Ограничивают Вот Именно В том Понятии Которое Называю Моя бабушка Говорила умную фразу Она говорила Люди Людьми Живут Я никогда Это не понимал Фразу Что она Имеет Ввиду Вот Сейчас Я начал Ее Понимать Вот Что я Желаю Регим Ну Смотрите Друзья Смотрите Друзья Вот Виталий Сказал Вам Все То Что Наверняка Многие Из вас Чувствуют Подсознательно И Именно Может быть Тоже В эту Сторону Думают Я не хочу Сказать Что Дословно Может быть Прямо Так Как вы Сказали Но Такое Ощущение Что Мы можем Быть Лучше Мы могли Быть Лучше Это Лично У меня Это Перманент Это Постоянное Состояние Потому Что Я думаю Что Как Говорил Классик Каждый Человек Это Он Сам Кузнечик Своего Счастья Он Сам Себе Должен Его Сковать Ну А Если У вас Обалденные Амбиции Куча денег И много свободного времени То есть Страна Которая Вас С удовольствием Примет И Поможет Вам И потратить Деньги И возможно Реализовать Ваши Амбиции Виталий Я благодарю Вас За то Что Нашли Время Что Пришли В студию Хороших Вам Новых Песен И В следующий Раз Когда Приедете Я прошу Возьмите Эту Штуковину Тоже Интересно Будет Вживую Такой Live Performance Без проблем Все Друзья Хорошего Вам Дня Это Была Риг Студия 25 на 8 Денис Елизаров Андрей Елисеев Эдмунд Кашевский Бай Бай До Следующих Встреч